Всем привет, меня зовут Влад Дрямов, я фриланс моушен дизайнер и сегодня мы будем собирать самолет Вот такой вот интересный эффект Он может показаться сложным на первый взгляд но на самом деле здесь практически ничего сложного нет но тем не менее есть парочка интересных техник С помогательным инструментом у нас будет выступать набор ассетов MOPS от всем известной Intagma Это набор ассетов, который до какой-то степени повторяет функционал MOGRAPH из Cinema 4D и облегчает жизнь моушен дизайнерам Houdini А модельку мы возьмем вот такую из сайта free3d.com Она бесплатная и что немаловажно она уже развернута У нее есть UV-шки, нам это очень пригодится Окей, ну что ж, поехали Сначала импортируем нашу геометрию По традиции она приходит огромная Нужно ее немножко уменьшить И повернуть Окей, давайте я расскажу о принципе работы Мы возьмем геометрию и развернем ее из пространства 3d в пространство 2d, пространство UV Там это все порежем и затем свернем обратно в 3d пространство Это делается для того, чтобы мы получили в итоге аккуратно порезанные кусочки Так будет намного красивее и эффектней Окей, давайте сначала посмотрим на наши UV-шки, что они из себя представляют Я нажал пробел 5, чтобы перейти в UV View И сейчас мы увидим, что каждый отдельный остров наслаивается на другой Нам такое не нужно Нам нужно, чтобы все острова лежали на своих местах Делать это можно при помощи ноды UV Layout Она делает всю работу за нас Ну вот, все Теперь все красиво Пробел 1 И теперь, что нам нужно сделать Это все сконвертировать собственно в UV пространство Сделать из 3d модели плоскую 2d Делаем мы это всего лишь одной строчкой VEX кода VEX будет немного, не пугайтесь Я периодически буду поглядывать в свои шпаргалки Мы сделаем это при помощи функции Vertex Которая возвращает значение атрибута, который мы хотим получить Для указанного вертекса Нам нужно взять значение атрибута UV И поместить его в позицию Таким образом мы получаем вот что-то такое Что-то уже начинает просматриваться Но видно, что геометрия наслаивается друг на друга Это происходит из-за того, что мы не порезали нашу геометрию по UV швам Чтобы она развернулась корректно Нам нужно, чтобы у нас были уже отдельные кусочки Это можно сделать при помощи ноды VertexSplit Указываем ей атрибут UV Здесь правда у нас геометрия немножко куда-то уходит Но это легко лечится Обнулением Z атрибуты Z компоненты нашей позиции Давайте уберем нормали, чтобы нам легче было видеть геометрию Итак, теперь нам нужно порезать кусочки Резать мы будем только большие куски Маленькие мы оставим как есть Сделаем мы это при помощи Forage Loop В котором будем брать отдельный кусок и резать его Но чтобы сказать Гудине, что нам нужно брать все по кускам Мы сначала соберем это ноды Assemble Нода Assemble создает нам name атрибут Вот, его можно визуализировать И мы видим, что геометрия у нас собралась сейчас по кускам Теперь нам нужно замерить площадь каждого отдельного куска В ноде measure есть такой параметр, как аккумуляция Аккумуляция площади И делать мы будем это по кускам Отдаем ему атрибут name, который мы только что создали Так, появилась у нас площадь И сейчас она у нас лежит на каждом примитиве в соответствии с куском Окей, теперь нужно избавиться от тех кусков, которые нас не устраивают Сделаем delete by expression И скажем, что все то, что меньше, допустим, вот такого значения, нужно удалить Вот, получаем те кусочки, которые уже можно резать Ну, маленькие куски нам тоже нужны Delete non-selected Вот, мы их в дальнейшем будем тоже использовать Все, мы готовы к разрезанию геометрии Делаем forage named primitive Посмотрим, работает ли Да, работает Итак, алгоритм разрезания геометрии у нас будет такой Мы возьмем отдельный кусок На основании его габаритов сделаем ему бокс Построим бокс вокруг него И из этого бокса мы сделаем геометрию, которую будем резать И, собственно, порежем Нода бокс имеет единственный вход И этот вход, это геометрия На основании которых она будет строить, собственно, сам кубик Вот, получается такая штука Но видно, что наслаиваются сейчас друг на друга примитивы Видно, что здесь не один примитив Нам такое не нужно Нодой clean мы можем это исправить Мы схлопаем точки Убираем пересечение И снимаем галочку Собирать пары То есть нам нужно оставить один полигон Итак, смотрим, чтобы у нас был Polygon Mesh В принципе, нас такое количество ребер устраивает Сейчас мы из этого сделаем просто обычные линии Их выдавим И при помощи этих выдавленных линий Мы порежем геометрию Сконвертировать в линии можно при помощи ноды convertline А заэкструдить при помощи polyextrude Вот И нужно здесь указать Primitive Mode Это Point Normal И нам не нужно считать новую Нам нужно использовать существующую нормаль То есть мы вытавливать будем по нормалям Но сейчас у нас нода polyextrude ругается, потому что у нас нет нормалей Давайте их сделаем Все, теперь у нас есть нормальки Можно выдавливать на какое-то небольшое расстояние Выдавим И посмотрим на нашу геометрию Можно чуть-чуть подвинуть Чтобы разрез проходил там, где нам нужно По Z координате Резать мы будем это при помощи ноды Boolean Fracture На первый вход подается наша геометрия А на второй геометрия, которую будем резать Сейчас у нас здесь получилась дырка Чтобы это исправить, ставим режим Surface Эта нода не только режет геометрию Она еще создает name-атрибут, подобно ноде Assemble Собственно, нам этот атрибут в будущем пригодится Для того, чтобы запаковать по этому атрибуту нашу геометрию Каждый отдельный кусочек будет у нас представлять собой запакованный примитив Окей, давайте посмотрим теперь на нашу всю геометрию Как у нас порезались все кусочки Отключаем single pass Да, это то, что нужно Единственное, что здесь появились лишние точки Которые мы сейчас ноды clean уберем Примитив убирать не надо, а вот точки уберите, пожалуйста Смержем это все с нашими маленькими кусочками И теперь нам нужно все это вернуть обратно в 3D пространство Сделаем мы это также всего лишь одной строчкой кода Нам нужно указать, собственно, геометрию, которую мы будем разворачивать И геометрию, с которой мы будем разворачивать Нам нужно буквально по UV координатам получить позицию в 3D пространстве Позиция 3D пространства у нас хранится, собственно, здесь А UV координатой у нас выступает сейчас сама координата Так что мы же с вами все это сконвертировали в UV пространство Так что сейчас 3D позиция каждой точки собой представляет, по сути, UV координату И сделать мы это можем при помощи функции UV sample Мы берем первый вход, то есть второй вход Указываем, какой атрибут хотим прочитать из этого входа Это наша позиция Указываем, по какому атрибуту мы хотим прочитать То есть по UV И указываем UV координату У нас это наша координата P сейчас текущая Так, получилось вот такое Это не совсем то, что нам нужно Сейчас попробуем исправить Итак, я нашел, в чем была проблема Помните, мы с вами во Врангли Z координату обнуляли Чтобы у нас пропали Пропали вот такие вытяжения геометрии Из-за этого у нас геометрия Обратно конвертируется в 3D пространство Немножко поломанной Давайте мы это сделаем не на геометрии А на UV Для этого мы сделаем еще один врангл Поставим его сюда Скажем, что нам нужно оперировать вертексами И у атрибута UV Третью компоненту, Z компоненту Просто обнулим Все, теперь у нас вернулось все на свои места И здесь у нас геометрия Теперь правильно сконвертировалась обратно В 3D пространство Окей Теперь с этим можно работать Окей, что нам нужно сделать сейчас Теперь нам нужно все наши порезанные кусочки Сконвертировать в понятный для MOPS формат Для этого мы сначала их запакуем Ставим галочку Create Packed Geometry Видим, что у нас создалось почти 2000 запакованных фрагментов И для того, чтобы сконвертировать это в понятный MOPS формат Есть нода, которая вот так и называется MOPS Convert Итак, давайте теперь попробуем это все дело трансформировать Для этого нам нужно сначала задать Falloff Мы будем использовать PlaneFalloff Это аналог PlaneEffector в Cinema 4D Все, что делает на самом деле Этот Falloff Он создает вот такой атрибут И присваивает ему вот это значение Это можно посмотреть Geometry Spreadshift На точках Вот сейчас видно, что он у нас здесь меняется По этому Falloff у нас будут дальше трансформироваться кусочки Трансформироваться они будут при помощи MOPS Transform Здесь также мы ему задаем имя атрибута Имя атрибута Falloff И давайте попробуем куда-нибудь переместить На какое-то значение Видно, что у нас геометрия уже перемещается Мы можем это перемещение двигать при помощи Falloff Единственное, что у нас все куски перемещаются одновременно Почему это происходит? А потому, что нам нужно эти куски ориентировать в пространстве Чтобы у нас нормальки Они указывали в направлении движения наших кусков То есть наши куски будут разлетаться по нормалям друг от друга Сейчас по самой геометрии видно, что у нас с нормальками не все нормально Давайте их, собственно, создадим И сделаем это до ноды Assemble А на ноде Assemble Скажем, что нам нужно перенести атрибут нормали Чтобы ориентировать пространстве эти кусочки У MOPS есть своя нода Она называется MOPS Reorient Так, но сейчас у нас она ругается на то, что у нас нет атрибута Orient Вот у нас здесь он указан Собственно, по нему она и будет ориентировать кусочки в пространстве Чтобы это сделать, тоже прибегнем к помощи VEX Нам нужно сделать матрицу трансформации из нашей нормали и апп-вектора И сделать из этого атрибут Orient Делаем матрицу при помощи функции makeTransform Задаем ей нашу нормаль и апп-вектор Это просто вектор, который смотрит вверх И в атрибут Orient Мы записываем Quaternion, который у нас строится по этой матрице Все, теперь нода Reorient получила у нас все то, что ей требуется И давайте посмотрим, как сейчас у нас выглядят наши вектора Как сейчас наша геометрия ориентируется в пространстве Это можно сделать при помощи ноды mobs-visualize-frame Вставим ее после Orient Если у вас сразу же не отобразились вектора во вьюпорте То нужно перейти сначала куда-то в другую вкладку И вернуться обратно в Scene View Это какой-то глюк Кутини, который иногда не отображает визуализаторы во вьюпорте Сделаем поменьше Так, и сейчас видно, что у нас вектора по-прежнему у всех одинаковые Это произошло из-за того, что мы назначили нормальные на вертексы, а не на точки Нам нужно на точки Вот, и сейчас видно, что каждый отдельный кусочек у нас ориентирован по-своему в пространстве И можно это даже проверить Включаем Transform И видим, что теперь, да, они у нас разлетаются в пространстве Индивидуально Каждый сам по себе Сейчас видно, что у нас немножко геометрия побилась Давайте попробуем То есть она не побилась Это отображение нормалей Так ее портит Если поставить By Face Area То все нормально становится Окей, теперь можно попробовать сделать анимацию Поставим Falloff в свое крайнее положение Ключик здесь Я с альтом кликнул на название параметра И за 48 секунд пусть у нас все собирается Вот у нас первая анимация уже есть Теперь можно это немножко разнообразить Во-первых, давайте поставим здесь Scale Пусть у нас скейлится все из нуля Итак, мы видим, что у нас сейчас все куски разлетаются на одинаковое расстояние Это не так интересно И давайте мы это немножко разнообразим Разнообразить это можно при помощи несложного кода на вексе Здесь видим, что у нас здесь параметр translate Отвечает за перемещение кусков в пространстве И мы его сейчас умножим на некое значение Что я предлагаю сделать? Я предлагаю взять рандомное значение какое-то И просто домножить наш параметр translate на это рандомное значение Возьмем random по текущей точке Добавим какой-нибудь seed Но функция random у нас возвращает значение от 0 до 1 Это не очень интересно Давайте их перефитим Допустим, значение от 1 до 8 Вот, уже интереснее Уже у нас кусочки по-разному разлетаются Сейчас у нас летают и большие и маленькие кусочки Мне это не очень нравится, так как создается некоторый хаос в кадре Давайте мы сделаем как? Мы оставим на месте или переместим на какое-то незначительное расстояние те куски, которые поменьше И переместим на большое расстояние те куски, которые побольше Для этого нам нужно знать площадь каждых отдельных кусочков В принципе, мы ранее уже это вычисляли У нас есть атрибут area Единственное, что у нас он не переносится на запакованную геометрию Давайте мы его перенесем Но сейчас этот атрибут area у нас лежит на примитивах Видим Но у нас нода mobs transform Она оперирует точками Нам нужно этот атрибут спромоутить С точек, с примитивов, точнее, на точки Окей Теперь давайте немножко модифицируем наше выражение Мы домножим наше текущее значение на какой-то множитель Который будет равняться нулю для тех кусков, которые занимают меньшую площадь И единицы для тех кусков, которые занимают самую большую площадь Давайте создадим для этого переменную Флоутовую Назовем ее multarea Перефитим значение, которое у нас принимает атрибут area Давайте вообще посмотрим, что он сейчас из себя представляет Ага Он идет от 0 до где-то 0,03 Первый параметр это сам атрибут Минимальное значение это 0 Максимальное значение 0,03 Финальные значения это 0 и 1 И все это теперь можно домножить Так Почему-то он у нас ругается А Вот мы видим, что маленькие кусочки у нас есть и перемещаются То на какое-то незначительное расстояние А большие куски отлетают дальше Но сейчас это все у нас собирается одновременно Что не очень интересно Можно это все дело как-то разнообразить И разнообразим мы это все при помощи чопов Чопами мы будем ретаймить наш атрибут Мопс фоллов Который управляет в принципе трансформацией нашей Создадим чоп-нетворк И сейчас нам нужно с уровня Соп на уровень чоп Перенести наш атрибут Мопс фоллов Сделать это можно при помощи ноды Геометри Указываем наш null Название атрибута И как он будет называться в чопах Название канала Посмотрим на вкладочке motion of xview Сейчас видно, что у нас создалась Одна какая-то сплошная прямая Это из-за того, что мы поставили метод static А нам нужно animated Наш параметр он анимирован Он меняется во времени И вот видно, что у нас Создалось какое-то количество сигналов 1026 сигналов Которые меняются одновременно От единицы до нуля Но нас такое не совсем устраивает Нам нужно, чтобы эти сигналы Менялись в разный момент времени Не одновременно Для этого мы воспользуемся нодой shift Нода shift перемещает сигналы во времени Создает им какой-то offset И этот offset он сейчас одинаково влияет На все наши сигналы одновременно Чтобы рандомизировать Воспользуемся простым выражением RAND от переменной C Переменная C хранит в себе номер текущего канала Вот получилось, что у нас сигналы Теперь в разный момент времени Меняются Итак, теперь нам нужно все это дело Вернуть обратно на уровень SOP Делается это при помощи ноды channel Мы указываем ей Ага, так, давайте у нас Сейчас В нашем чопнете Сделаем тоже Ну Назовем его ToSop И укажем его Здесь Метод у нас Анимированный ChannelScope Мопс Мопс Фоллов То есть Мы указываем Какой канал мы хотим взять Из чопов И на какой атрибут этот канал Спроецировать У нас все просто Одни и те же названия Вот уже что-то интересное получается Видно, что анимация Немного Разбежалась Во времени Давайте Я еще немножко Увеличим Этот разбег Домножив На какое-то значение Допустим Ну Пусть будет 3 Прекрасно Можно еще немножко смягчить Нашу анимацию Для этого мы воспользуемся нодой Lag Она как раз Это и делает Она смещает Немного Кривую Сигналы То есть сейчас у нас кусочки Они Когда подлетают ближе Они плавнее Заходят на свои места Можно еще немножко даже Подкрутить Нашу анимационную кривую С шифтом Тыкаем на Название параметра И У этого Ключа Немножко Подвинем Сюда Усик То есть вначале Они быстрее А потом В конце Замедляются Замедляются Отлично У нас уже Что-то получается Интересное И мы можем играться С значениями Сида Чтобы у нас кусочки Они по-разному Они по-разному Смещались во времени Анимация кусочков По-разному Смещалась во времени Ну так Мне нравится Больше Хорошо Теперь давайте На основе Исходного проекта Рассмотрим Как создавался Шейдинг И эффект появления Голограмма Начнем с шейдинга Для металла Я взял Пресет Алюминий И немножко Его Разнообразил Текстурами Я взял Вот такую Текстурку Алюминия Для рефлекшенов Для roughness И такую Текстурку Для нормалей Ну соответственно Это у нас Подключено В roughness Немножко Рампом Подкручиваем И через Bump Map Мы Подгружаем Текстурку Нормалей У нас еще Здесь есть Атрибут Colorshift Который У нас Подается В overall Color Это сделано Для того Чтобы у нас Панельки Они были Разного цвета Немножко Разного цвета Немножко Отличались Друг от друга Так Мне кажется Выглядит Более реалистично Для Голограммы Я взял Обычный Материал Накрутил ему IOR Чтобы он Был более Отражающим И Подал ему Фринель В Opacity Color Таким образом У нас Получился Эффект Голограммы Давайте рассмотрим Эффект Появления Голограммы Сначала Мы берем модель Скатерим на нее точки Затем при помощи Ноды Cluster Мы группируем Точки нашей модели Исходя из их близости К точкам Поданным На второй вход Она создает Атрибут Cluster Который Можно визуализировать Промоутим это все С точек На примитивы Потом Каждый Отдельный Фрагмент Мы Через Forage Loop По Атрибуту Cluster Запаковываем Так же Это все Конвертируем Мопс Convert Уже Знакомые нам Действия Делаем С реориентацией Единственное Что Здесь Немножко Другое Я использовал Shape И указал ему Цилиндр В качестве Формы Который Вот так Увеличивается И Transform У нас Это все Трансформирует Затем Это мы все Распаковываем И Немножко Уменьшаем В размерах Это сделано Для того Чтобы у нас Точки Оранжевые точки Которые Которые У нас Вот здесь Были Чуть-чуть Над поверхностью Голограмма Окей Давайте рассмотрим Теперь собственно Сами Эти точки Мы Берем Нашу Модель Уже С атрибутом Мопс фолов Ремапим Этот фолов Немножечко И Передаем Его В атрибут Del И здесь В ноде Delete Мы Отсеиваем Некоторые Фрагменты И оставляя Вот такую Полоску Распаковываем Поднимаем Немножко На поверхностью Subdivide Чтобы Было Побольше Точек И Делаем Цвет Черно-белым Исходя Из атрибута Мопс фолов Красить В оранжевый цвет Мы будем Уже На композе Конвертируем Это все В линию Скатаем точки И давайте Рассмотрим Теперь материал Который использовался Для этих точек Он Простейший Мы Берем Атрибут Цвета И Передаем Его В Опасити И В Emission То есть Там где у нас Мопс фолов Меньший У нас будет Черный цвет И этих точек Будет не видно Теперь давайте Рассмотрим Как создавались Сематические линии Получился Довольно Интересный вид Мы Берем нашу модельку Уже распакованную Порезанную И при помощи Ноды GroupFromAttributeBoundary Которая появилась В 18 версии Гудини Мы Делаем Группу Эджей В том месте Где у нас Меняется Атрибут Который мы Указываем Она принимает Атрибут И делает Группу Эджей В том месте Где этот Атрибут Меняется Далее При помощи Ноды PolyCut Мы Конвертируем Это все В такие линии И потом Немножко Украшаем Совсем чуть-чуть Считаем Периметр Промоутим Этот периметр С примитивов На точке И задаем Рандомный pScale Беря за основу Этот периметр То есть чуть-чуть Толщину Варьируем На этом все Ссылка на исходники Будет в описании к видео Хочу выразить Благодарность Танислава Демченко За эту возможность Посотрудничать И за помощь В создании этого урока Всем спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok